здравствуйте друзья у нас сегодня open house вот такой район я вам показываю это в сани вели не не в самой дорогой его части так скажем вот здесь мило вы видите мило тихо в общем то ничего не шумит над головой ничего особо не летает так вот а мы мимо ехали мы не планировали специально подумали что мы давно не показывали опыт хаузов сейчас зайдем и посмотрим вот такой домик цвет навскидку скажи почем вещь вот так вообще-то он маленький судя по всему гараж на одном машин давай посмотрим давай посмотрим друзья мы смотрим брошюр куда-то я вижу написано 3 бедра 3 спальни 2 спальни 2 туалета 1247 скверкутов то есть где-то 120 квадратных метров маленькие и 5 соток лот вообще небольшой и хотя ошибочка миллион четыреста хотят они миллион четыреста ну пойдем посмотрим что заберем четыреста предлагают ради такого дела я вышел на улицу чтобы такой же знаете тут и стенечка поснимать тут лимонное дерево замечательно кому нужны лимоны приходите можно так взять вот пять соток лот нет это маленькие конечно маленький лотик ну вот так выглядит покрасили все присыпали какой-то там красный вот этой вот щепой такой ну давайте заходим в дом заходим в дом вот при входе комнатка я боюсь ко мне пристанут что я тут снимаю без разрешения китайцы обычно не когда снимают часто и говорят не надо сейчас посмотрим там у нас ну да узенький такой проходик так вот из комнаты куда мы зашли дверь тут вот у них такой дайдинг небольшой мягко сказать кухня видела до кухня пошли смотреть кухню кухня старая достаточно старая но они обновляли и техника новая и пол новые положения такой вот вот эта часть старая под холодильник давайте пойдем на улицу выйдем под навесиком мы оказались под навесиком а я на диете а тут пожалуйста наливают смотрите ну конечно когда дом за миллион четыреста уже можно и пригласить вот там копейку сделают там ставят муторные баки а через дверку через калитку потом все это выкатывается на улицу чтобы собирать убежать службу увозили я несколько шагов отошел назад просто чтобы солнце не светило в это время не снимал вот тут заборчик конечно на расстоянии вытянутой руки соседский сарайчик тут очень близко такой фут наверное там буквально так такое ощущение что это отдельно стоящее здание мы сейчас посмотрим сейчас поглядим так вот там было какое дерево видимо большого него спилили практически спилили до покрасили покрасили эту штукатурку посадили цветочки то есть его приводили предпродажное состояние да пошли посмотрим дальше чего так видимо спальня здесь да да это спальня я насчет двух зданий отдельно стоящих конечно завернула нет конечно это не так но ремонт делали вот вы видите пол такое ощущение что если не но это почти новый я тут это вот ну и здесь что могли тоже сделали окна ведь рамы новое тут видно пластик они сейчас скажешь я хочу сказать что не какие-то деньги в это положили да кто даже у нас такой бог in closet давайте я зайду мне музыка не нравится я боюсь как мне потом не было с ютюбом проблем скажи свете что там значит этот дом является вот типичным примером того что делают контракторы когда берут дом fixer-upper так это просто вот типичная картинка значит дом на пяти сотках 2 bedroom 1 bathroom они убрали всю кухню они сделали новую кухню они сделали полностью новой эдишен это добавили к дому конечно поэтому она со стороны выглядит как отдельно стоящие а на самом деле просто пристройка так нет она не отдельно стоящие я же добавили на судите как раз мастер спальня добавили с уже современным туалетом и современном walking closet да значит и сделали все по минимуму которые можно сделать вот только чтобы продать то есть минимум минимум они даже видишь оставили старый тут это конечно никакого кондиционера нету и старые отопительные колонки там 50-х годов то есть они вроде бы она смотрится ты сказал что-то заново пристроена вот эта часть тем еще но может быть ее раньше пристроили но все равно сучи апдейт 0 и не не очень давно может быть они для того чтобы не переделывать весь хитинг оставили оставили такую же штуку потому что сегодня это очень старый это очень старый но их можно купить сегодня купить потому что выглядит она очень новая это колбунка они наверно новый кожух поставили сюда кожух поставили новый что он выглядел и надо сказать что оно довольно тепло прилично да я чувствую греет хорошо хорошо чувствую вот и но получается так что они апгрейнули они сделали новые финиши они поставили да и пол пол новая движка я думаю что это подциклеванный старый пол но там еще выглядит изумительно да хороший пол то есть еще что они положили сюда какие-то деньги и сделали из фиксера сделали ниша такое куда приятно более-менее зайти что там за дверкой шкафчик там старый шкаф вот прямо явно видно разницу между новым шкафом и старым типичный старый шкаф классика классика еще делают пол кедровый тут обычно но не сейчас до чтобы муль не летала а вот поэтому значит положили денег 2 старались конечно сэкономить вот и сделали лишь бы а потолки подняли на максимум того что они могли поднять то есть дома небольшой такой дом пару лет назад стоил там 800 но что хорошо что хорошо для тех кто например выкупит с одной стороны они заезжают ну да да можно можно заехать сразу заехать и сразу и у этого дома несмотря ни на что есть все-таки потенциал потому что у него посмотри тоже тоже классика старый такой да вот это дом 2 2 спальни вверх поменяли но во всяком случае они сделали вот такой вот объем работы из-за этого даже вырезали может быть окно меньше было может быть но я к чему это говорю что здесь участок всего пять соток но дом так углачено расположен что несмотря на то что они пристроили в эту мастер спальню и там сзади не осталось никакого букьярда у них из кухни выход на боковую патио то есть он очень узкий у него за гаражом в принципе есть еще место куда его можно увеличивать в площади то что сегодня ты покупаешь кусок земли за эти деньги больше реально кусок земли поэтому ты начинаешь думать а как я буду жить дальше если не родится еще один ребенок то что кроме вот этой комнаты ливенгром больше не эту и спальню больше нет никакого места но я тебе покажу что можно сейчас вот еще туалет вот это комната что мы зашли с улицы вот еще туалетик сделанный хорошенький такой милый туалет совершенно современный кухня конечно закрытая была не даст конечно хитрый вот эти они исключительно тепленький тепленьким тут вот греют делать покажи щиток человек ребятам интересно обычная классика в этом басером room такая дело в том что для того чтобы сделать нормальный кондиционер да здесь можно только спик юнит ставить потому что тут нету у чердака в этом доме будет летом очень жарко потому что мы-то это видел какой дел а здесь просто они зашили шитроком и никакой изоляции не но не поставили там по стандартам то есть чердак отсутствует отсутствует как бы слой между крышей и домом они ставят там есть специальные тонкие плитки вот как оставили вы спала вот такой толщины и это вся изоляция но конечно без кондиционера в этом доме будет очень жарко на кухне отделочки симпатично сейчас это очень модно современно вот так и точно так же делают и по отдых тоже но тем не менее при всем том что уже в этот дом положены деньги и он в общем-то довольно органично вписался да в этот флорплэн вот это дополнительная спальня но все-таки остается очень маленьким там 120 квадратных метров три спальни 1 минград большая то есть и скорость и квадратных метров то меньше будет там может быть 110 да да маленький домик но здесь есть вот одна вещь которая делает его так перспективной перспективной да это вещь состоит вот в чем дело том что у нас разрешается выдвигать дом до максимальной вот этой вот линии по которым рождаем то есть принципе вот это все место где мы стоим и его можно вот уже решить перестраивать его по-серьезному да да то есть вот вот от того места где я стою вот так и вот до гаража того до угла то есть фактически это считая метров там 4 на что что до дома до дома да то есть это там метра 4 и здесь метров наверное ну 10 то есть 40 квадратных метров можно добавить очень серьезная добавка в площади дома и внутри конечно можно все переорганизовать и переделать и в общем это будет а насколько я понимаю правило многое что можешь добавить не до крайней точки своего дома а если у соседей еще ближе к дороге вообще-то говоря тоже можно так вообще-то говоря 20 футов должна быть вот эта вот линия 6 метров от ну дороги этом но при этом оно не должно выпирать больше чем что-то и я думаю что все эти здесь наверное здесь может быть чуть чуть больше чем 20 футов но вот эта линия поскольку все дома стоят вот мы видим соседей да они они все в эту линию так и здесь на ту сторону и то же самое примерно да они все в эту виду вот этого часть то есть люди которые понимают например то они не смотрят только сегодня нам заехать и жить нам дорога спальня он сегодня вполне нормально чтобы него въехать и жить и получать удовольствие но во всяком случае у него есть еще потенциал то есть за эти деньги ты еще получаешь какую-то возможность в последующем когда ты накопишь денег у тебя появилась точки зрения 400 ты чё скажешь сумасшедшие деньги но тем не менее за миллион четыреста мы видим что тут много народу интересующихся то есть в сегодняшнем рынке это мы случайно они-то знают цену да и и дешевки хотели что-то да 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 вот и конечно это самое да полный полный дом народу да интересно интересно но давай мы еще сейчас вот на и по указателю на еще один зайдем посмотрим просто уже интересно в этом районе ты знаешь еще три года назад здесь дома были до миллиона он правда обгрейнутые вот это дает ему дополнительные вот это то есть люди положили может быть там сто пятьдесят тысяч а хотят получить четыреста хорошо